погода как у нас немножко мерзко и прохладно мы находимся опять же около клуба сегодня будет как это движение здесь здесь даже есть вот видите как президент есть члены очень классно ну и такое прикольно еще заведение как клуб любителей воздушной техники взям ну мы значит находимся на минации нам скажем события здесь проходит ежемесячная встреча клубных людей членов которые обсуждают жизнь клуба аир клуба полеты и приобретение что-то подобное и таким образом происходит встреча это как почти байкерская тусовка бит вино да и делают барбекю как круто когда тебе тепло и ты под крышей хоть и на самом деле здесь вижу очень похож климат прямо на наш тут деревья у меня прям ностальгия и вот друзья я свином с вами что хочется сказать мотоцикл продан начинается новая ветка моей жизни начинается фактически новый трип сейчас мы по путешествуем немного на автобусах всего лишь полторы тысячи километров чтобы догнать игорь к и с игрком поедем дальше автостопом так что друзья немного расскажу вам про бэкпэкер и конечно расскажу про путешествие автостопом чили и перу эти вот приземлился только что самолет прямо ссыкат на вот это космонавтик неплохо живет чили они обсуждали темы насущие какие у них проблемы стоит взнос если ты пассивный участник 80 долларов если ты активный участник 800 долларов год все годовые я вам говорю также если приходится что-то заменить все или отремонтировать скинуться новый самолет они скидываются здесь довольно богатые люди это чувствуется как они держатся как они одеты как они выглядят конечно есть также и лузер как я вот ну неважно главная суть того что есть идея желание людей получить летные права или летать и жить этой жизнью как копия это мне кажется сейчас мы будем кушать стейк с кровью картошку и салат приятного аппетита ну что мы собрались прямо как-то странно прийти их на другом транспорте с другой стороны не надо будет везти да ребята не забываем ставить лайк поставить колокольчик и досматривайте видео до конца что друзья вот и пришло время обращаться с мотоциклом пока магничка ты была со мной очень хорошей радовала меня верой и правда служила спасибо тебе пока пока собака что вот и мой приехал автобус thank you а вот мы автобусе автобус довольно большой с телевизорами как очень комфортно круто даже входит какой-то легкий ужин сейчас откроем нормально так но доброе утро мы добрались что хотел сказать про автобусы есть такая прикольная штука чтобы ноги вытянуть вообще довольно много места широкое сиденье он удобно немножко подмерз ночь вот таких ларочках продаю билеты я нашел самое дешевое он обошелся в 10 для сирена и 10 это почти 20 долларов ну кстати он подешевел в интернете был 11 вчера так что он полтора доллара сэкономил что у нас ожидание аж 5 часов 13 у меня автобус час 8 идем наш любимый макдональдс сидеть в интернете надеюсь что там будет интернет ну и чем-нибудь похавать наверно хоть могу не самая дешевая еда для бюджетного бюджетного путешественника но он без интернета наверно никак друзья это стена памяти смотрится как-то конечно очень тоскливо чувствую себя бомжом без мотоцикла макдональдс в туалете умываться зубы чистить опять все спустилась вниз свои главы кстати в старт америке тоже естественно был тусовался могу нас есть кто не видел заходите первые четыре дня в сша было очень жестких и тяжелых вот мы прохладаемся ожидание пяти часов правда уже стал меньше я уже замутил один видос макдональдс правда интернет здесь говняно такой что все же только три процента за полтора часа закачал мое видео ну ничего не поделаешь завтра уже мы выдвигаемся сигариком дальше так как хосты не могут больше терпеть или ждать меня и чтобы мы у них жили поэтому завтра начинается у нас автостоп ну что друзья вот мы добрались до города лес арена все и придется привыкать к этому рюкзаку носить его постоянно что-то он тяжел уже для меня надо что-то выкидывается и еще один прикольно надо придется покупать так как ну еще надо один покупать так как ноутбук надо куда положить хоть он сейчас сзади но все вещи не влезут нам 6 километров на преодоле до дома вперед вот исходная . спустя три дня я вернулся под уставший но довольны все таки продал сейчас надо приготовить покушать и закачивать вам друзья видео завтра опять путь дня отдыха не будет ну что вот я добрался игорек наши хосты я делаю котлетки макарон мы пьем уже даже пиво можно сказать я проставляю за продажу мотоцикла чуть-чуть привет россия привет россия привет россия привет россия россия а когда-то я был здесь мотоциклом друзья доброе утро находимся в городе эль сарена или для сарена как кому нравится вообще правильно она и просто пишется сарена так вот сегодня мы будем с игорьком двигается автостопом до непонятно куда потому что нам надо ехать в атакама до атакама аж 1400 километров и сложно сказать куда мы сможем доехать но автостоп вообще в чили хорошим его сейчас проверим я проехал на автобусе теперь знаю как бэкпэкеры путешествуют по чили это как бы неплохо так как автобусы к очень комфортные и удобные чили но посмотрите как стоп и сделаем по этому поводу скоро видео что же лучше бэкпэкеры или автостоп но также сравним цены с мотоциклами так что друзья вперед игорек почти собрался кто инвалид я инвалид и мы движем дальше что друзья мы собираемся и выходим все готово мой рюкзак для интереса игоря рюкзак интереса большое спасибо так мы уже собрались и двигаем к выходу это у нас рюкзак седой мне даже в лес ноутбука мои шмотки все вот и да только не влезла если конечно ее выкинуть но без еды не так смешно так трамбовал ногой все его вещи в рюкзак но я обычно до засовываю наступаю чтобы все это прижать да все нормально влазит но теперь налегке ни от кого не зависим пусть не наоборот зависим от всех на самом деле первых встреч на звучит тогда красиво изначально бой ребята бой общественный транспорт стоит всего лишь один доллар по городу так что сейчас мы будем добираться на выезд из города знаете есть еще такая хорошая достойная и во всем автобусам здесь это коллектива это те же самые такси которые я бы помашу подбирают либо пути стоит тысячу ну вот мы вышли на трассу друзья начинаем стопить работа давно я тоже не делал он друзья у нас уже конкуренты есть даже пару человек тут видно неплохое место друзья уроки автостопа первую очередь надо найти место где машина сможет припарковаться очень классные удобные места где идет ремонт дороги так как скоро здесь сниженные людям не надо тормаживаться ну и третье это ваше везение ну и смотрите можете надо в тени лучше стоит так как жарящие солнце может немножко подпороть вашу кожу так есть первая машина джип хендай ну что можно багажник ложить и она здесь этот раз нас остановили уже на трассе здесь конечно такая не совсем удобная территория но все же есть место где можно остановиться словили автобус смотрите какой классный автобус куда-то он движется и нам повезло и мы едем дальше как же круто ехать машине сидишь не напрягаешься не надо вести самому ах лепота пока стоп мне нравится очередь в общем местный чувак знает как обижать им в каких местах можно пункт оплаты в некоторых он платит некоторых нет и сейчас мы едем по местной дороге где мы сейчас не будем платить естественно проезд таким образом человек сэкономит около 8 миллиардолларов чем еще преодолено авто с чем-то вроде километров новый этап сейчас мы опять будем выходить на трассу мы находимся небольшом городке но встречаем мотоциклистов так круто когда-то я им тоже был ну не важно жизнь дает новые возможности новое приключение вот так живут беженцы в чили здесь просто какой-то свинарник у них огромный большой палатки газ ну все что им принципе надо он даже скорая приехала вот нормально он ведь еще стоят вдоль трассы вот эта жизнь протопали мы где-то с игроком километра 3 все нету нормальных позиций вот единственная позиция всегда учтите и имейте ввиду это что надо где машина могла остановиться а также место чтобы она затормозила чем плохо этот участок нас поздно видит человек он еще если он сомневается он решает он не факт что он остановится вот фура нам бы вообще классно было бы она точно едет далеко с максом не везет друзья вот такой тоже бывает если человек решился самый последний момент перфекты я и спик ингриш hello макс выкин окей у кей но проблем а и кэнсты и нс то друзья еще 120 километров смотрите какая пустыня самая настоящая настоящая да да опять друзья мы бежим наконец-то боевая фура русал русал украину покито испаньол а на фруктах макс то макс и 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 вот она пустыня и вот так на протяжении еще 2000 километров пилить и пилить океан пустыня океан пустыня вот и красоты вам мы остановились сейчас покушать вроде бы нас этот грузовик везет еще на 480 километров в город вантафагаста который мы вообще запланировали если мы доедем то это будет 800 км почему если но мало ли он нас выгонит это импанадос по-чилийски они с креветками и сыром в таком грузовике мы едем дальше нам еще 460 километров мы сейчас едем по городу который в пятнадцатом году был смыт и вот смотрим фильм заодно как-то все происходило ну что друзья мы все едем нам еще 300 километров приедем где-то в час ночи я надеюсь вы видите эти звезды в дашь это млечный путь мать его и он огромный просто и наша боевая фура мы остановились в баню двигаемся дальше друзья и